Психосоматика – это связь души или психики человека и его физического тела. Наша нервная система регулирует все наше тело. У кого есть хроническое заболевание, отмечают, что болезнь появилась после стресса. И что самое интересное, этот стресс или эта сильная психотравма была либо за год, либо за 9 месяцев. Чтобы человек заболел, не одна психотравма должна быть, а должна быть череда, или несколько из детства что-то прилетело, и она умножилась. Самые сильные психотравмы человек получает не в социуме, а в родной семье. И если мы начнем относиться к человеку и давать ему это ощущение опоры, что ты можешь справиться, то шансы на выздоровление увеличиваются просто в разы. Тогда ты прогрессируешь, и твой род начинает также через тебя прогрессировать. И это называется духовностью. Здравствуйте, друзья! Во-первых, огромное вам спасибо за тот отклик, который мы получаем. Вы пишете, что находите ответы на многие свои вопросы. На самом деле нам важно, чтобы это были не только суперпрофессионалы своего дела, чтобы это были люди щедрые, которые делятся своими знаниями. И вот у нас сегодня с вами такой гость. И тема необыкновенно важная, модная на самом деле, психосоматика. Очень много домыслов. С другой стороны, мы все с вами уже понимаем, что наши эмоции не только влияют на здоровье, они вообще влияют и на то, как складывается наша жизнь. И гость наш Артем Толоконин, один из ведущих российских специалистов по этой теме. Мало того, что он сам с помощью этих методов вытащил себя из болезни в здоровье, он сделал это не только своей профессией, но и миссией. Артем Толоконин – психотерапевт, гипнотерапевт, семейный психолог, кандидат медицинских наук, создатель Института психосоматики, создатель клиники психосоматической медицины «Нео Вито», автор уникальных тренингов, счастливый муж и отец пятерых детей. Артем, здравствуйте. Добрый день. Ну вот смотрите, я пришла к вам на прием. И как это происходит? Я сначала здоровый человек, а потом спрашиваю, что его привело, какие у него жалобы или какие у него есть цели. Аллергия. Аллергия. Да, которой раньше не было. На что аллергия? Например, на цветение, весна. Раньше не было такой аллергии, она появилась. Ну, всегда аллергия появляется после какого-то события. Большинство людей, конечно же, не связывает это с психотравмами, но она всегда очевидна. И когда этот конфликт найдешь, даже человек спросишь, а что было накануне, что у тебя было за месяц, за год, какие ты неприятности переживал, человек вспомнит, что что-то угрожало ему в жизни, это может быть расставание с кем-то, и тоже несло угрозу, и человек проживал в стрессе, эту ситуацию. И наше подсознание улавливает так называемые ассоциативные треки. Это симптомы или вещи, которые связаны с этой ситуацией. К примеру, любовь всегда ассоциируется с весной. Если у тебя что-то разрушается, либо прямо весной, либо связанное с любовью, то очень часто проекция угрозы идет на какой-то образ, или на какой-то предмет. Допустим, домашние животные – это прообраз близких людей. Пыльца – это прообраз мужчины. Еще какие-то, допустим, красивые цветы, на которых тоже может быть аллергия, или какие-то пищевые продукты – это может быть прообразом женщины, или вообще любви, или какой-то сладости. Очень интересно, друзья. Вот уже сразу же интересно, правда? Хорошо. Давайте тогда сначала вкратце, что такое психосоматика? Как это работает? Психосоматика – это связь души, или психики человека, и его физического тела. Мы не так просто устроены, как это написано в учебнике по анатомии, потому что наша нервная система регулирует все наше тело. И нервная система, в свою очередь, регулируется психикой. И если мы рассматриваем человека только в разрезе одного тела или в разрезе одной психики, мы не понимаем, как это совместно работает. Знаменитый психотерапевт Эрик Берн, который автор транзактного анализа, «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют игры», когда ты сказал хорошую цитату. Болезни не делятся не психосоматически или психосоматически. Это все есть общая природа, но есть врачи, которые их разделяют. Но болезни нет никакого дела о том, что врач об этом ничего не знает. Мы постоянно что-то чувствуем в своем теле, но большинство людей не обращают на это никакого внимания. Я сейчас вам скажу, почувствуйте, что чувствует ваша левая пятка, и вы туда внимание свое сосредоточите, вы там что-то начнете чувствовать. А потом я скажу, что чувствует правая пятка. И эти ощущения будут отличаться. Получается, что психосоматика – это дешифровка вот этих самых записей. Это, скажем так, изучение взаимосвязи одного с другим для того, чтобы видеть это одновременно. Нельзя человека расчленить и сказать, что печень отдельно работает от крови, или кровь отдельно от сердца. Все взаимосвязано. Также и психика связана с нашим физическим телом через нервную систему, через головной и спиной мозг, которые регулируют для того, чтобы сохранять наш гомеостаз, наше постоянство и наше здоровье. И если что-то несет нам угрозу в эмоциональном плане, подсознание мгновенно реагирует, минуя логику. Все ли симптомы или болезни имеют такую психосоматическую природу? С моей точки зрения все. Когда у человека эмоциональный конфликт, и он что-то болезненно чувствует в теле, но органических изменений, допустим, в области живота или в области головы не находит. Но при любой болезни, при любом состоянии всегда есть реакция одного и другого. И сейчас я начал научное исследование, потому что я кандидат наук, а сейчас пишу докторскую, которая посвящена исследованию психологических травм и их влияние на конкретные заболевания. Мы провели первое исследование благодаря моим социальным сетям, сделали опрос, у нас пришло более 700 анкет, и даже первичный математический срез показывает, что все люди, кто болеет какой-либо болезнью, а заполняли только болеющие люди, у кого есть хроническое заболевание, отмечают, что болезнь появилась после стресса. И что самое интересное, этот стресс или эта сильная психотравма была либо за год, либо за 9 месяцев, вот в этом промежутке. У большинства. До наступления каких-то симптомов. Поэтому люди, когда сильно переживают, горе у них произошло, умер кто-то, деньги они потеряли. Когда ситуация, угрозы заканчиваются, как бы расслабляются. И вот в психосоматике уже описан механизм, что большинство болезней это стадия восстановления организма после того травмирующего события, которое люди пережили. Но проходит время, прежде чем заболевание всплывет в физическом теле. И поэтому люди могут сразу не проанализировать. Поэтому тот, кто чем-то серьезным болен, вспомните, что было за год до болезни. И уверяю вас, что в большинстве случаев вы вспомните какую-нибудь трагичную историю, которая вас потрясла, когда вы ее остро пережили, и ваше тело эту программу усвоило и потом начало отрабатывать. Окей, давайте вернемся к тому, что я к вам пришла и сказала, например, у меня аллергия. Наверняка с такими запросами часто очень приходят люди. Что дальше? После того, как вы со мной поговорили, мы выяснили, что была какая-то травмирующая эмоция или ситуация. Что дальше? Если это всего одна или две истории, и человек не имеет сильных проблем вообще в личности, то есть если не на фоне депрессии происходит, в общем-то хорошо, но аллергия как один симптом. Мы тут же проведем регрессивный гипноз, перепрограммируем ваше подсознание, и симптом аллергии уходит прямо на глаза, без всяких медикаментов. Нос начинает дышать, краснота проходит, ощущения негативные проходят. Вот расскажите поподробнее об этих методах, которыми вы пользуетесь. Это всегда гипноз. Гипноз – это измененное состояние. Каждый человек регулярно находится в гипнотическом состоянии. Когда он засыпает и когда он просыпается, когда он учит какой-нибудь урок, там, забрит английский или пытается что-то понять, мы как бы в себя погружаемся немного, отключаясь от внешнего мира. Это легкое трансовое состояние или это поверхностный гипноз. Именно это состояние и надо для того, чтобы человеку навести порядок своей собственной жизни, и в этом состоянии происходят все самые лучшие лечебные воздействия. Это же состояние медитации. Это слова, обозначающие одно и то же. Можете выделить там топ-5, с которыми вы работаете, и что для этого нужно? Я работаю со всеми самыми тяжелыми болезнями от рака до ремотоидного полиартрита, до ожирения или там маниакально-депрессивного психоза и так далее. То есть спектр весьма большой, потому что я учу наших студентов, которых преподаю, не бояться диагнозов. Это люди. У людей есть проблемы. И это просто проблема. Это просто ситуация. Даже если вы слышите слово «рак», это просто состояние. И если мы начнем относиться к человеку и давать ему это ощущение опоры, что ты можешь справиться, то шансы на выздоровление увеличиваются просто в разы. Это необходимый механизм, который надо обязательно включать для того, чтобы человека вылечить. Зависит ли тот метод, которым вы пользуетесь, от, собственно, того заболевания, с которым вы имеете дело, от его степени, курса, кто кроме вас принимает в этом участие, в лечении? Смотрите, есть люди, которые приходят персонально ко мне. Это, как правило, люди с семейными проблемами, это люди с личностными проблемами, с депрессиями. То есть когда чисто психология у них есть, или диагноз даже психиатрический стоит, когда антидепрессанты, к примеру, не дают никакого эффекта, либо человек их плохо переносит, и мы не видим исцеления, потому что я еще и психиатр по образованию, но предпочитаю работать без медикаментов. Но если человек приходит на медикаменты, я никогда их не отменяю, потому что будет синдром отмены, лучше это делать постепенно, когда придет стабилизация состояния. Если у человека есть серьезная соматическая проблема, если есть изменения в теле, допустим, онкологическое заболевание, то обязательно я начинаю работать вместе с своими коллегами-врачами, потому что здесь целая команда специалистов должна работать с человеком, чтобы его из болезни вывести в сторону здоровья. И я сейчас ввел новое научное понятие, которое называется психосоматический сценарий заболевания. Это сочетание тех психотрамм, которые мы в человека выявим, а психотраммы программируются как накануне болезни, так и в глубоком детстве, и когда одно на другое накладывается, тогда вот этот кумулятивный эффект нездоровья-то и возникает. И чтобы человек заболел, не одна психотрама должна быть, должна быть череда, или несколько из детства что-то прилетело, и оно умножилось, притянулось, и тогда идет усиление, и человек чувствует себя словно разрушенным в той истории, которую он ощущал. Есть разные стратегии у человека реагирования. Кто-то игнорирует, и ничем не болен, отстаньте, вы все придумали, там даже все карак находит в третьей степени, он все это отрицает. Либо человек в депрессию впадает. Боже мой, я болен, моя жизнь закончилась, сейчас умру. И та, и другая крайности, они не самые благоприятные, это же понятно. Человек будет убегать из лечебного процесса, а тут его просто саботировать, либо все делать для того, чтобы он умер. Правда, как правило, посередине. Наша задача ввести человека в баланс, объяснить, что с тобой происходит, чтобы он принял эту ситуацию и захотел бы из нее выйти. Потому что без желания человека ему помочь невозможно. Можно работать с его телом, напичкать его медикаментами, снять ему симптоматику, но и среди человека невозможно, если он сам не вовлечен в этот процесс. Поэтому то, как человек относится к своему будущему, как он его видит, очень тоже важный психотерапевтический момент и тоже важный диагностический момент на самом начале. Видит он будущее перспективное, значит, уже есть хороший ресурс, чтобы человеку помочь. Не видит, значит, надо работать с этим ресурсом, чтобы он появился. Значит, получается, что с серьезными диагнозами вы работаете в команде с докторами так называемой доказательной медицины, и ваша часть как раз это психотерапия вот этого состояния. И вы здесь пользуетесь методами, в том числе гипнозом, то есть психотерапевтическими методами. Гипнотехниками, телесно-ориентированными техниками, медитативными техниками, авторские медитации есть, много всего. Там йога, пожалуйста, цигун. На ретрит человека могу взять с собой, прокачать его мозг, чтобы он переключился. Какие типы психотравм вы можете назвать такими общими? И можно сказать, что они в нас, вот мы смотрим сейчас, зрители смотрят наши программы, что наверняка, да, они бывают. Ну, как я говорю, самые сильные психотравмы человек получает не в социуме, а в родной семье. Это, как правило, травмы расставания, когда родители расстались, и ребенок этого, естественно, не понял, как это было, мама и папа, раз нету. Это травмы, связанные с гибелью кого-то из родителей, это травмы, связанные с насилием физическим либо сексуальным насилием. К сожалению, 20% населения получают сексуальное насилие или эпизоды этого. Вот такая статистика огромная. Да, психотравмы очень большие, и иногда они случайно всплывают во время терапии, вроде бы человек взрослый пришел лечить свое тело или там личные проблемы разбирать, и вдруг во время гипноза, ведь большинство не помнит своего детства. Я после там до 6 ничего не помню. Когда человек не может вспомнить детство, как правило, это говорит о том, что там был травмирующий опыт. Обязательно так? Как правило, это один из симптомов психотравмы. Это не феномен памяти, что мы просто не помним. Нет, мы забываем то, с чего мы не хотим вспоминать. И если там была боль, психика нас защищает, она вымещает это событие, но оно, к сожалению, никуда не девается, оно начинает нами манипулировать. Как крестьяне говорят, чем глубже в душу, тем ближе к Богу. И с точки зрения иерархии подсознания, если мы глубже прячем какую-то боль душевную, она сильнее нами манипулирует, только мы этого не осознаем. И один из симптомов травмы это описанный научный феномен. Человек не осознает травму, не чувствует ее, но когда он попадает в напоминающие условия эту травму, то у нее идет бурная реакция. Вот приведу пример, прямо сразу вспомнился. Мы в том году делали лекции знаменитого психотерапевта Бессела Мандер-Колка. Он автор нашумевшей книги, которая называется «Тело помнит все». Несколько миллионов экземпляров было продано в Соединенных Штатах. Это огромная цифра на самом деле. И он в своей книге описывает очень интересный момент. Он сам американец голландского происхождения. Естественно, у нее есть акцент. И однажды он в коридоре встретил пациентку, которую начал просто опрашивать как доктора. И когда она услышала его голландский акцент, она дала мощнейшую эффективную реакцию, потому что ее в свое время изнасиловал голландец. Понимаете, казалось бы, это не он, не он, но напоминающее что-то моментально вызывает эту реакцию. Все равно человек, если боится замкнутых пространств, он где угодно, в любом лифте будет это чувствовать. Неважно, большой он, маленький в этом доме или в другом. И вот это отсутствие контроля выхода вызывает сразу дикую панику. Я думаю, что наверняка нет ни одного человека, который пришел к своему зрелому возрасту и не испытал каких-то серьезных психотравм, будь то в детстве или в каком-то зрелом возрасте. Поэтому эта задача-то на самом деле стоит перед всеми. Раскопать в себе эти болевые точки, не бояться их. Вот это вот очень важно, потому что очень многие боятся этой боли. Мне кажется, что зрелость это в том числе то, что ты знаешь всему цену, что ты можешь этой боли посмотреть в глаза, с ней как-то взаимодействовать, а не бояться. Не бояться и ее под ковер так. У меня все прекрасно, у меня все хорошо. Хотя к этому, мне кажется, наше общество как раз очень нас склоняет к этому, знаете. У меня все прекрасно, я не токсичный, я для всех вообще удобный, тем более для женщин это свойственно очень. Я такая хорошая. Это типичная позиция жертвы. От меня ничего не зависит, мне ничего не доступно, мне ничего нельзя, и я тогда буду хорошей. И вчера, когда я лекцию читал, вебинар на тему любви, и я говорю, что если у вас есть ощущение, что вам неудобно взять деньги, которые зарабатывает ваш муж, даже спросить об этом, это уже жертвенная позиция. Девочки, вы слышали сейчас? И не понимают люди этого, а потом, когда задумаются, ну да, вы же рабыня и этой роли, вы не можете по-другому себя вести. Хотя это ваш мужчина, у вас все общее, юридически общее, там, духовно общее, но и с деньгами должен быть такой же порядок. Даже если мужчина против какое-то время. Хорошо, мы очертили этот круг, круг таких основных базовых психотравм, с которыми многие сталкиваются. чаще всего. И вы говорите, что в большинстве случаев это все в семье происходит и на уровне, наверное, еще каких-то паттернов, да, которые приняты в семье. Ну конечно, что такое хорошо и что такое мир, где мы получаем этот опыт, конечно, в семье. Нам родители своим примером, там, или явно, или косвенно показывают, как надо к чему относиться, как себя надо в общине вести, как себя надо чувствовать. И что такое быть взрослым человеком? Мы копируем эти роли с наших взрослых, близких людей. Это мог быть не только родители, а еще ближний круг. Это соседи даже могут влиять отчасти на это. Вот тот, кто на нас влияет так сильно, да, тот нам закладывает эту программу. И потом мы, как рабы, как биороботы, ассоциируя свой эмоциональный опыт с этим, его просто копируем. И наиболее ярко это проявляется, когда мы создаем партнерские отношения. Потому что там мы начинаем навязывать то, как мама в детстве показывала, что значит комфорт. Наши нормы. Да, да, да. И даже если там было неприятно и больно, мы все равно почему-то начинаем это делать. Кожаные болезни, да? Чаще всего возникают у детей, да, атопические дерматиты и так далее. Это способ сказать, что мне некомфортно жить, что дома какой-то ужас и трэш происходит между родителями, либо мама очень сильно переживает. Ребенок же не может послать всех на три буквы, да, там наораться и сказать, что до свидания. Он это чувствует и через кожу этого дает. Потому что кожа, она эволюционно и морфологически тесно связана с нервной системой. Поэтому все наружу у ребенка, потому что наши нервные системы и кожа из одного зародыша у лиска. И у детей это все, как говорится, на лице написано. И у подростков тоже кожа зона реакции является. Когда они из детей превращаются в взрослых, им страшно быть взрослым, что у них происходит? Акны появляются. Как способ защититься, не приближайся ко мне. Это опасно для меня. Я не очень хорошо выгляжу. То есть это страх... А не просто там гормональный взрыв? Нет, это все следствие. Это следствие. Это следствие. Только люди это не осознают. Либо розоцея. Заболевание, которое почему-то не лечат дерматологи. На самом деле это травма стыда за какие-то истории, которые были нелицеприятные. Две-три травмы нашел, которые были, и розоцея куда-то исчезла. То есть тело само восстанавливается. Или даже, когда что-то такое сильно нелицеприятное, то может рак кожи возникнуть. Артем, а как это согласуется с методами доказательной медицины? Как вы работаете? В моей голове это все прекрасно сочетается и с моими коллегами тоже. Я в 2007 году открыл клинику, которая называется Новито, в городе Москва. И мы с коллегами, кто терапевт, гинеколог, невролог, гастроэнтеролог, психосоматолог, как я, да, и как врач-психотерапевт, мы вместе ведем пациентов. Если это тяжелый случай, мы человека берем в программу и вместе разрабатываем стратегию, которая состоит из нескольких этапов работы. Сначала мы его диагностируем. МРТ, анализы, ультразвук. Терапевт его смотрит, видит, как его общее состояние, если надо, гинеколог подключается или еще какой-то узкий специалист. И плюс психосоматолог смотрит, психосоматический сценарий. Как ты заболел? Почему? Из-за каких переживаний? Как ты дошел до этой жизни? И тогда мы видим действительно картину заболевания. Когда ты видишь объективную картину, ты идешь по правильному пути. А когда ты не видишь, что есть в психике, ты не понимаешь ресурсов, которые есть, не понимаешь психотрам, которые за кадром остаются. И я этим занимаюсь, и в моей голове, и в моей жизни это легко все соединяется. Нет вообще никакого противоречия. Можно говорить уже, что это медицина будущего, но как иначе? Это медицина настоящего и будущего. То есть я не сомневаюсь в том, что тренд медицины, которая работает с хроническими состояниями, это тренд психосоматика. Потому что термина уже больше двухсот лет, но сейчас мы имеем возможность на уровень доказательной медицины это вывести. У меня есть проект «Психосоматика», который я на YouTube тоже снимаю. У меня 9 серий. И вот первый наш герой, парень Василий, который пришел к нам в клинику, у него астма с самого рождения. То есть там где-то с годика или с два была диагностирована, и он все время с ингаляторами ходит по жизни. Парню порядка 27 лет ему было на тот момент, когда к нам пришел. Я поработал с ним, нашел этот конфликт, и он в трансе, а мы все это снимали, мне выдал это переживание, он вдруг вспомнил, что я потерял папу, то есть папа ушел из семьи, и для него это была травма, как будто я как без воздуха. И у многих действительно астматиков в анамнезе есть развод родителей, что вот этот контакт с чего-то ценного, как воздух, они потеряли. И когда мы эту психотравму проработали с ним вместе, то через полгода он пришел, он говорит, у меня ни одного приступа не было, я забросил ингалятор, и вот накануне нашей встречи, где-то недели за две, он начал опять не спать ночами, много работать. Он говорит, что-то там такое стало напоминать. То есть тело стало вспоминать привычную реакцию, но это без ингалятора, это нос у него дышит, а он был абсолютно забит всю жизнь его. А мы ему прям распаковали за один сеанс. А можно ли взрослому человеку, когда вы с ним работаете уже, в психосвоей, такой терапии, можно ли действительно его кардинально изменить, сдвинуть его нормы? Вы это делаете? Мы гомосапиенс, мы, в отличие от компьютеров, можем себя программировать, только надо человека научить как. И вот как раз легкое трансовое состояние, легкое гипнотическое состояние, это то состояние, когда мы можем программировать в себя новый опыт. Но все равно, что вы учите иностранный язык, вы же его не владели до того момента, как не начали с ним соприкасаться. Неважно, в каком возрасте. Когда вы там my name is, постоянно повторяете, вы потом усваиваете эти слова, и они становятся автоматическими. То же самое поведенческие реакции также можно в себя программировать. Так вот эти вот ощущения могут быть и паттерны, которые можно в себя внушить, абсолютно разные. Что я и так счастливая, что я богатая, что я умная, что я красивая, что я сексуальная. Это то, чего женщинам часто не хватает. И они верят в обратную сторону медали, что я некрасивая, что мне надо сейчас вот что-нибудь себе подрезать где-нибудь, и тогда вот это все произойдет. Сейчас очень многие говорят как раз про вот это влияние родовых программ, что это все вот эти как раз моменты, вот эти паттерны, они, конечно, передаются в семье, и что на самом деле то, что ты идешь в отработку этих моментов, когда ты понимаешь, они негативно строят твою жизнь, влияют на здоровье, это, конечно, важно не только для твоей жизни, а для жизни там передать по наследству. Это хорошее, на самом деле, наследство. Для меня сейчас абсолютно очевидная вещь, потому что когда-то, и когда я только начал этим заниматься в 90-е годы, я думал, что вот ты сам накосячил, обиделся на кого-то, и у тебя поэтому нехорошо. Этот пласт я проработал, но не все задачи, которые на тот момент стояли передо мной, с помощью этого анализа мне были доступны, и не все удавалось решить. И тогда возникло у меня интуитивное понимание, что то, что мне досталось по наследству, кто мои предки, они влияют на мою жизнь. И до определенного возраста я не знал, что там по линии отца происходило. Сейчас, за последние 3-4 года я раскопал всю свою родословню на 350 лет назад до 13-14 колена по роду по маминой витке и по отцовской. И тогда мне стало понятно, почему так в жизни происходит ни иначе. Я человек, который ведет здоровый образ жизни, занимается собой, занимаюсь йогой, в детстве болел там два раза всякими болезнями, которые дали мне как раз этот толчок, этот опыт идти и заниматься этим дальше. Сначала в 12 лет у меня возникли проблемы с пищеварением, я два раза лежал в городских больницах, номер 3, который здесь недалеко, в Измайл, он расположен. И в 13 лет я вдруг начинал понимать, я молодой, у меня молодой организм, почему у меня снова изжога, почему у меня снова болит, мои друзья тусуются, а я должен месяц лежать в больнице, делать гастроскопию, пить горстями таблетки и при этом все равно болеть. И тогда я сам решил сесть на диету, которую нашел, тогда интернета не было, по распечаткам в журналах, называется раздельное питание, и целый год я сидел на нем. Через год я стал переваривать гвозди, как я говорю, все боли прошли, без всяких препаратов, все ушло в сторону. В 15 лет новая проблема, у меня возник псориаз, мне этот диагноз поставили в кожевенодиспансере и сказали, что это неизлечимо. И 4 года диагноз рос, 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 и у меня 80% тела уже было покрыто пятнами. Вся моя левая нога, все кроме лица, это были сплошные пятна. Я вот так заролился с людьми, чтобы не показывать, что у меня здесь бляшки на руках, потому что было стыдно. Ну, кто болеет псориазом, все это прекрасно понимает, там на пляже не разденешься, личная жизнь напрягает и так далее. И 2 года я ездил к целителю, который типа лечит, и мне, естественно, ничем не помог, но, скажем так, фактически диагноз не был исправлен. Но зато мне это дало понимание, как это работает, что такое эзотерика, что такое энергия и так далее. Плюс я еще пошел дополнительно на разные курсы учиться, и тогда этот мир за рамками материальности стал передо мной открываться, потому что оказалось, на самом деле, это было правильное мое решение, выбор и стратегия была в этой области находилась. И когда я уже учился на втором курсе медицинского института, был 1994 год, были большие проблемы у нас в медицине, не было денег, в стране была разруха, и у нас такое какое-то депрессивное состояние у всех, у нас люди уходили с медицинского института, куда было очень тяжело поступить, потому что, ну, какая-то безнадега ощущалась, денег нет. И вот я ходил, и однажды, прямо, как сейчас помню, я стою напротив деканата лечебного факультета, и мне посещает инсайт, что мое призвание, не надо сомневаться, ты на правильной дороге, и мое призвание, это помогать людям при назначении, и что ты исцеляешься в этот момент. Это просто инсайт, вспышка в голове. И в этот момент моя кожа полностью стала ощущаться, через месяц у меня все исчезло. Я открыто это впервые хочу рассказать. Да. В 42 года у меня происходит какое-то здесь вот уплотнение появляется в районе трицепса. Я думал, что у меня сосуд лопнул. Я на это забиваю, как обычно. Еду на ретрит в Непал с группой, и сначала подхожу к хирургам, друзьям, говорю, смотри, что-то у меня здесь мышца порвалась или что-то такое, какая-то травма. И даже сходил к своему другу, я говорю, давай сосуды посмотрим. Они посмотрели сосуды, запаяли мне их, ну, чтобы типа там побыстрее это все рассосалось, и уже тогда заподозрили, что сосудистый рисунок какой-то не такой. Потом я сходил еще на одному доктору кузину, он говорит, слушай, надо проверить, может быть, здесь какая-то опухоль. Какая опухоль? Я здоровый образ жизни веду, я медитациями занимаюсь, со мной все в порядке. Но, в общем, получилось так, что когда мне делали вот эту облитерацию сосудов, они взяли содержимое и отправили на биопсию. И у меня обнаружили опухоль. Мне поставили диагноз рак, и мне было 42 года, и я вообще не понимал, почему это такое со мной происходит. У меня куча людей исцелялся, я от рака людям помогаю. И тут с тобой это происходит. И как раз в этот момент я углубленно занимался родовыми связями, искал свою родословню, все это разрывал. И в этот момент у меня приходит онсайд. Почему эта проблема возникла в моем абсолютно здоровом селе? Мне тогда было 42 года. В 42 года мой отец развелся, ушел от мамы, на один год потом вернулся. Выяснилось, что в 42 года бабушка с дедушкой тоже развелись, а я их не знал, информация была табуирована совсем. И отец никогда об этом не рассказывал. Но когда я узнал все документы, тогда все стало понятно. И в этот момент я изучаю такой феномен, который называется синдром годовщины, когда у потомков и предков в одном и том же возрасте происходит какой-то трэш. То есть одинаковые события по накалу и страстям. То есть у меня развода не было в этот момент, но у меня организм дал вот такую проблему, инкумсулировал это в, скажем так, в мышцу. Мне это миосаркома поставили. Ну, в общем, вот так вот. Впечатляет, конечно. Да, и потом, я чуть не умер от первого же курса химиотерапии, который мне провели, мой чистый организм просто дал сверхреакцию. После первого курса мне через... Мне там хорошо сказали, возвращайся в Россию, сейчас там реабилитация пройдешь, через три недели разберемся. В общем, через две недели мне стало так плохо, у меня упал гемоглобин, меня госпитализировали срочно в институт Склифосовского, еле откачали. У меня отнялись ноги, ну, то есть там вообще полный трэш был. И потом реабилитация, 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 я потом отказался от химиотерапии, говорю, все, мне это не нужно. Просто сделали операцию, отрезали, и все, я забыл об этой проблеме. Откладывать мощный отпечаток на каждого из нас, это как факт беременности воспринимает мама, папа и близкие люди. Если мама в шоке, это не входит в мои планы, я учусь, нет денег, или еще что-нибудь в этом роде, то будущий ребенок и будущий взрослый ощущает себя в этом мире лишним. И периодически будет попадать в ситуации, когда это ощущение будет им манипулировать, когда его будут отвергать, когда ему не будет вести и так далее. Вот эта первичная реакция, она очень мощно формирует этот фундамент. Потому что мамина тело, матка, ее тело вообще, это как вселенная. Если вселенная в шоке от того, что мы появляемся, то мы все время этот шок будем испытывать только уже во взрослых ситуациях. Далее, если сама беременность мамой уже 9 месяцев воспринималась как что-то тяжелое, тяжело таскать, когда же это закончится, как мне плохо и так далее. Имеет право на эти чувства женщина? Да, конечно. Ну, действительно, им может быть плохо. И, может быть, какие-то психотравмирующие факторы подстегивают это состояние. То, конечно же, человек себя будет воспринимать как тяжелого. Что мне в жизни все тяжело дается. Это тоже стратегия жизни закладывается в этом возрасте. Потом очень много авторов, которые пишут про, исследовали, там, Станислав Гроф, в частности, то, как роды происходят. И вот как происходят роды, так человек и будет проявлять себя в этом мире. Настолько он будет лег, ему все будет легко даваться, либо у него будет тоже затруднениями все идти, ему тяжело будет себя проявить. Да, жизнь как чудо, жизнь как повод для радости, или жизнь бесконечное испытание. А многие так думают. Да. Хорошо. Вот мы с вами говорим о основных психотравмах. Окей. Вы помогли, например, эту психотравму обнаружить на сеансе. Есть какая-то уже соматическая проблема, связанная с этим. Что дальше? Может ли человек, не знаю, поняв это, изменить состояние своего здоровья? Как это происходит? Когда мы что-то осознаем, нам уже становится легче. Когда мы находим объяснение и логику в том, что с нами происходит, мы уже как бы вырастаем из этого. Если у человека есть полно ресурсов к самовосстановлению, нет там веры в болезнь, или его тело сильно не изменено, иногда достаточно только этого, одного понимания, чтобы запустилось из средств. А что вы скажете насчет очень часто встречающейся информации в источниках, что какие-то основные эмоции, которые человек испытывает, они отражаются в буквальном смысле на здоровье. Там, не знаю, гневливый человек, у него будет желчный, да, или желчный пузырь будет болен. Или там зависть, она тоже бьет, и это там онкология, или нет, чувство вины, это онкология. Что скажете? Ну, все мы знаем Гиппократа, отца медицины, клятву которого принимает каждый врач, когда становится врачом. Так вот, Гиппократ еще первый описал понятие темпераментов человека и связывал психическую деятельность с физиологией человека. И вот с этих вот времен, древних до нашей эры, у людей есть представление, что если вот есть какая-то эмоция, ты более желчный человек, или там черный желчный, что-то называл. И, конечно, да, если мы испытываем негативные эмоции, то и негативные эмоции сказываются на физиологии нашего тела. В момент того, когда мы испытываем гнев, область печени максимально реагирует негативно на эту эмоцию. И когда вы, допустим, испытываете раздражение либо гнев, почувствуете, что в этот момент вы ощущаете и в своем теле. Именно там ваша психика, ваше сознание, ваше мироощущение и создают эту реакцию. И если вы ее не перерабатываете, если вы являетесь ее заложником, то там с большей долей вероятности потом возникнет проблема. А вот это вот жертвенность все время. Я несчастная, я жертва. Это уже куда бил? Позиция жертв, она бьет, во-первых, в человеке в том, что он не свободен, у него нет денег, и если даже они появляются, он не может ими распоряжаться. Первое. То есть качество жизни сразу снижается. С точки зрения здоровья человек в жертвенной позиции более уязвим стрессом и он собиратель негативной эмоции. И что, к чему это призывает раннее старение, падение энергетического потенциала, нет сил жить и так далее и тому подобное. Человек склонен к депрессиям. Я никто, звать меня никак, меня не любят, меня отвергли. Вот это травма, которая дает самообесценивание, дает разрушение себя. И вот на этом фоне часто еще и аллергия появляется. И как раз если человек себя не ценит, не любит, он все равно будет получать подтверждение этого в виде тех или иных ситуаций, которые в жизни у него происходят. От чего зависит вот эта травма, запустит какую-то болезнь или нет? Здесь несколько уровней. Первый уровень, что если мы заранее знаем, что, допустим, потеря денег это катастрофа, потому что у нас предки, допустим, были раскулачены, либо мама в детстве все время говорила, главное беречь деньги, там в сберегательной кассе, чтобы ничего не пропало. Если вдруг у вас сейчас пропадают деньги по какой-то причине, вы в этот момент чувствуете, что все, мир рухнул. А если у вас такой травмы не было, ну потерял, значит заработал. Как-то же вот смог заработать? Так, смогу, вернее, потерял, заработал. Так. Вот. И наша вот эта предустановка, которая была в нас записана, она и формирует, либо это будет психотравма, или это просто будет ситуация, которую мы легко исправим. И, соответственно, если для нас потеря денег это была травма, предварительная установка, у нас убеждение такое было, то оно негативно скажется и нас разрушит в тот момент, когда мы фактически теряем деньги и ничего мы потом нового не заработаем. Значит, если мы говорим о причинах, то установка это номер один. Еще есть другие факторы? Ну это самый главный фактор, как мы относимся к этому миру. Представления об этом мире уже сформированы в 7 лет. И дальше мы просто их либо утверждаем, либо их модифицируем, если они нас не устраивают. Но это уже от осознанности зависит. У нас есть на канале такой лозунг, как превратить кризис возраста в возраст счастья. И многие говорят об этом возрасте 50 плюс 60 плюс про возраст счастья. Потому что, конечно, к этому периоду стоит задача вот это вот все родовое, но не родовое, но разное, пришедшее к нам от кого-то, все-таки отработать, чтобы вернуть себе вот это состояние радости жизни, любви к жизни, какой-то чистоты, может быть, восприятия, но уже как человека опытного и знающего всему цену. Получается, что это такая картина. Это задача человека вырастить потенциал любви к себе, к этому миру, и так, чтобы это было в разы больше, чем то, что тебе досталось по наследству. Тогда ты прогрессируешь, и твой род начинает также через себя прогрессировать. И это называется духовностью. Истинная духовность, конечно, отличается от ложной. Я еще иногда люблю на эту тему тоже шутить, потому что есть люди, отлетевшие, которые живут там, но не здесь. Им там хорошо, на горах, в ретритах, но в реальности им как-то плохо, они все это осуждают. А на самом деле истинная духовность, это когда ты сердцем в небе, а ногами на земле. Если ты можешь материально и духовно соединять, проблем у тебя не будет. Если мы будем вести осознанно здоровый образ жизни и образ мысли, чувствуя себя счастливыми, здоровыми, работая над своей личностью, стремясь развивать свой духовный и душевный потенциал через любовь, тогда мы создаем свою жизнь такой, какую мы хотим ее видеть. И когда человек живет так, как он это выбрал, он тогда счастлив, когда он ощущает себя хозяином своей жизни. Мы всегда на канале говорим о том, что очень важно научиться быть здоровым человеком и взрослым человеком. И тогда жизнь открывает совершенно новые прекрасные перспективы. А если у человека нет такого опыта и такого навыка, что бы вы посоветовали? Если у человека более-менее ситуация, хоть и не очень хорошая, но человек не лежит на больничной койке и способен думать и сам двигаться, то он может пойти путем обучения. Когда он, изучая себя, изучая науку, изучая психосоматику, тренируя гармоничное восприятие самого себя, отрабатывает те психотравмы, которые он накопил, обретает эту целостность, взращивает ее, эту силу, и тогда его тело начинает восстанавливаться само. Потому что в природе так все устроено, что само восстанавливаться, только надо создать для этого условия. Если у человека нет своего ресурса, он болен, он лежит на койке, он не понимает, что с ним происходит, тогда ему нужна помощь извне. И парадокс в том, что самым лучшим лекарством лечения человека является другой человек. Не препарат, не прибор, а другой человек. Я своих студентов учу, мы самые совершенные машины, которые придуманы природой для помощи другому человеку. Путем нашего сознания, путем той энергии, которую мы можем транслировать, и путем совместной труда с пациентом в одну общую цель. Пойти, если ты дозрел до того, чтобы пойти учиться, есть начальные вещи под названием тренинги различные, когда ты их можешь пройти и взять эту информацию. Либо идти уже учиться у нас в институте психосоматики, где я и коллеги преподаем, осознанно себе внушать, формировать у себя нужные поведенческие рефлексы и эмоциональные рефлексы, которые будут им по умолчанию уже руководить. Далее все это продолжается изучением сновидений, как расшифровывать свои сны, а что это значит до составления своего индивидуального сонника. Потому что одно и то же, когда снится разным людям, это разные вещи обозначает. Поэтому общие сонники в телевизоре, они, конечно, ни о чем не говорят. Приведите какой-нибудь пример, очень интересно. Ну, к примеру, если вам снится, что вы, допустим, идете где-то вдоль моря, для одного человека это будет значить, что у него просто интуиция хорошо работает, а для кого-то это значит, что он действительно скоро на море поедет, понимаете, да? И это все от разности восприятия зависит. Какое море? Есть ли на нем волны? Или спокойно оно? Есть ли там рыбы? Видишь ли ты их или не видишь? Вот эти вот детали и то эмоциональное состояние, которое у тебя во сне, оно о многом говорит. Тогда, когда вы стандартные сонники читаете, там этого ничего не написано. Там просто вот море, вот рыба, вот ветер. И что это значит? Пойди собери это все. Поэтому этот предмет, чтобы его понять, так же, как любую науку, сновидения надо долго изучать. Кстати, Гиппократ много изучал сновидения, об этом, конечно, ничего не пишется. И вообще древние врачи, которых мы уважаем и ценим, они вообще были и философами, и эзотериками, и астрологами, и так далее. Они понимали уже изначально эту связь. Они понимали, что все это взаимосвязано. А почему важно изучать сновидения свои? Потому что это один из лучших инструментов познания себя. Нам снится каждый день что-то, но большинство людей это даже не запоминает, а кто-то вообще убежден, что ему ничего не снится. А для того, чтобы что? Для того, чтобы понимать, что ты на самом деле чувствуешь, что ты переживаешь, о чем твоя жизнь. Потому что мы осознаем там 5% той информации, которая на самом деле в этот момент идет. Наш мозг улавливает все сигналы. Вот улавливает на 360 градусов, что происходит. И если уметь входить в расширенное состояние сознания, мы можем видеть то, что мы в обыденном логическом сознании не видим. Потому что когда мы действуем на основании нашей логики, которая формируется в 7 лет, мы на самом деле старый опыт перетаскиваем в настоящий. А когда мы уходим от этих стереотипов, мы начинаем входить в состояние творчества или в состояние потока и видеть то, чего мы еще не знали. И воспринимать это, и тогда появляются какие-то идеологические прорывы. Открытие происходит и инсайты в людей. Это новый опыт, которого раньше не было. А чтобы открыться, надо открыться этому. И вот измененное состояние, работа с основедением, это позволяет сделать. Это все я вам рассказываю в нашей модуле в институте, который составляет первую ступень. Рассказываю, что такое регрессивный гипноз, как войти в прошлое, хотя этому методу 130 лет, его Пьер Жанне еще открыл свое время, еще даже до Фрейда, и Фрейд наоборот у него учился. И это человек первый, который стал описывать психотравмы и их влияние на состояние здоровья человека. Регрессивный гипноз. Если я обучусь этому методу, то я могу его применять, что называется, в домашних условиях? Да, конечно. А сколько нужно учиться, например, этому методу? Один модуль длится 4 полных дня по 6 часов, то есть 24 часа, и вы, в принципе, если до этого прослушали модуль водный вообще, по гипнозу, какие гипнотехники существуют, и уже начали вводить себя в настоящем моменте, в измененное состояние, то туда вы можете в прошлое пойти и там себя почувствовать и вспомнить. Это вообще естественный процесс. А это безопасно? Абсолютно. Это абсолютно естественный процесс. Когда мы вспоминаем, что у нас было в 10 лет, мы, по сути, делаем по шкале времени и идем в прошлое. Важно только уметь на этом концентрироваться, потому что иногда человеку тяжело вспомнить. И когда этот навык тренируется, как и все в этом мире, навыки актерского мастерства или голоса, то ты начинаешь этим лучше владеть. Ты себя чувствуешь более естественным в этой среде. И идя туда, там можно делать определенную работу эмоциональную, а для этого надо уже потенциал любви накопить, потому что внушить другому человеку можно только через любовь. Когда у тебя эта эмоция работает, тогда ты можешь ее транслировать другому, и тогда другой это почувствует. Иначе, если этого нет, энергия не передается, и эффекта не будет. Это просто будет говорение в пустоту. Один из ваших тренингов называется «Деньги – это любовь». Поясните. Когда мы начинаем больше любить этот мир, у нас больше просыпается энергии, мы больше видим перспектив. Это так же, как мы влюблены в эту жизнь. Нас все восхищает, мы готовы не спать всю ночь и делать что-то. То же самое, если мы также эту проактивность в наше социальное поле направляем, в нашу профессию, то мы начинаем больше зарабатывать. Чем ты больше отдаешь этому миру, не обесценивая свой труд, еще вот такая вторая сторона этого процесса, то тогда у тебя больше становится денег. И самые большие первые свои деньги я заработал не потому, что хотел их заработать, а потому, что я хотел помочь людям. И так получилось, что это достойно стало вознаграждаться. То есть это являет деньги всегда следствие того, что ты отдаешь. Ты обмениваешь свою энергию. Энергию, знание на то, чтобы создать бартер, и на ценность, которая для человека важна. И когда человек вкладывается в этот процесс со своей стороны финансами, он тогда ценит то, что ты ему даешь, и правильно следует рекомендациям, и удерживает этот опыт. Это очень важно. Если ты человеку спасаешь жизнь, а он три копейки для себя платит, он на самом деле обесценивает твою работу, и ничего не берет из этого. То есть как будто мимо емкости происходит. Далее мы воспитываем детей для того, чтобы все самое лучшее отдать им. И это тоже в норме происходит из любви. И далее, когда ребенок вырастает, становится взрослым, он сначала ищет самореализацию в профессии, для того, чтобы найти дело по душе, и не работать ни одного дня, как мудрость говорит. А потом, или параллельно этому, ищут партнера себе по жизни, в которого влюбляется, или которого любит, для того, чтобы эту любовь вместе с ним и дальше развивать. Поэтому любовь – это самый мощный триггер, самая мощная основа для построения всего, чего хочешь в этой жизни. Если вы запутались в своей жизни, то идите в любовь. Что-то не нравится в жизни – полюбите ее, и тогда вы поймете, что надо делать. На самом деле, когда не хватает людям любви, не обязательно ищут человека, на которого можно направить эту любовь, разочаровываются, делают слишком большую ставку на это. А вот то, что вы сейчас сказали – полюбите жизнь. Не хватает любви какой-то вообще в жизни. Чем напитать этот потенциал любви, о котором вы говорите? У меня есть еще один самый простой тренинг, который называется «От обид к счастью». И я там даю три урока всего лишь. На первом уроке человек отрабатывает свои обиды и претензии к этому миру и к ситуации, которые у него были. Второй уровень, который надо отрабатывать – это претензии к самому себе. Оказывается, человек их носит в себе. Что он понимает, что если он обиделся на соседа, то он обиделся на соседа. А что он находится в роли обиженного много лет до того, как этого соседа встретил. Человек не осознает. И третий уровень – это обиды на то, что называется, на вселенную. Претензии к ней или к Богу, кому как проще понимать. Потому что мы часто наши обстоятельства в жизни тоже начинаем ненавидеть, думаем, что нам не повезло, что все плохо и так далее. Опять же, неадекватно реагируя на все обстоятельства и считая, что они нас разрушают. Это очень тонкая тема. И не отработав третий уровень, от обид на самом деле полностью к соседу. Не избавиться. Для того, чтобы человек мог помочь себе сам, на ваш взгляд, что нужно? Первое – это научиться измененным состояниям, для того, чтобы формировать у себя эмоциональное состояние, которое тебе нужно для здоровья. Дальше – научиться чувствовать свое тело и управлять этими ощущениями, контактируя с ним. Потому что человек в неврозе, он живет в голове, он не чувствует свое тело. Третье – научиться чувствовать свои органы. Потому что если мы не чувствуем, как работает у нас печень, почки, как у нас работает пищеварение, мы тоже не осознаем эти сигналы, которые постоянно у нас возникают в теле, они нам о чем-то говорят. Сейчас уже доказано, что у нас есть мозг в сердце, есть мозг в нейронных животе. Считается, что если никаких сигналов нет, значит, все здорово. И зачем же это ощущать? Нет, это чаще всего игнорирующий тип, когда ничего не чувствуешь, все нормально. Как дела? Все нормально. Это типичный советский образец, что это там, забей на все, выпей водки, если у тебя что-то болит. Ничего не чувствуй. А алкоголизм – это все равно способ ухода от чувства. Это надо познать. Потом, если вы это все усвоили, вы уже себя можете моделировать, вы уже можете создавать хорошее состояние. Следующий пласт огромных процессов – это род. Надо изучить своих предков, надо постичь методики работы с родом через регрессивное состояние. Для того, чтобы находить эти конфликты, которые вы не знали раньше. Плюс, конечно, родословно, если вы изучаете, то это очень тоже здорово поможет, лучше это комбинировать. Но я открыл методику, как мы можем вызывать предков, которых мы не знаем, но эти конфликты находить и перерабатывать таким образом. Причем это немножко отличается от того, что делается Хеллингер в расстановках. В расстановках. Да, потому что для расстановки нужен коллектив, нужны люди или фигурки и так далее. А здесь просто нужен сам человек. В принципе, тот же принцип раскрытия поля, но только когда тет-а-тет это происходит. То есть это для тех людей, кто не знает свою семейную историю. Да, ты не знаешь, ну, Ваше, после дедушки ничего не понятно. И не можешь как получить. Можно человека в транс ввести, подсознание знает все, тело знает все. Мы можем любую информацию о любом предке найти у вас внутри, вы это почувствуете. И если там есть что-то ценное, вы обязательно это осознаете. Это еще следующий уровень. Потом следующий уровень это научиться чувствовать себя на расстоянии, чувствовать свое будущее, то есть овладеть биоэнергетикой. Потому что, когда человек открывает в себе интуицию, он становится более адекватен. Он предчувствует события, он уже на них настраивается. И наше тело на самом деле так работает. Это уже доказанный феномен. Вот допустим, в литературе описан такой момент, что когда в помещении раздается громкий хлопок или какой-то взрыв, наша хорда тимпани, то есть которая отвечает за натяжение слухового аппарата, на ней это реагирует до того, как мы это вообще осознаем, мы воспринимаем этот звук. Наше тело откуда-то знает, что через короткий промежуток времени будет громкий звук. Но мы этого еще не осознаем. И наше тело, оно частично чувствует информацию из будущего. Но если человек это не воспринимает, не дает этого потока в сознание, он немного неадекватен. Он уже реагирует на то, что случилось. Понимаете, да? Конечно. И поэтому чаще остается у разбитого карета. И вот это очень важный элемент для того, чтобы человек перешел от просто там причинно-следственных связей в жизни в область сотворчества, когда он может в жизни делать то, чего он не делал ранее. Когда может достичь каких-то высот, которые не делал никто до него. И чтобы у него эта энергия на самом деле стала бы открываться, и он бы осознанно создавал свое будущее. И тогда человек действительно будет здоров. Интересно, друзья, мы с вами очень много времени на канале уделяем такой прям физике вопроса, что мы едим, как мы двигаемся, ну, про сон часто говорим. Но вот такого разговора, вот этого составляющего здоровья у нас никогда не было, есть о чем подумать. А скажите, нам интересно, как менопауза влияет на проявленность вот этих психотравм? Влияет ли как-то, или нет такого фактора? Смотрите, у кого-то влияет, у кого-то нет. Если женщина к себе имеет как женщине претензии, нереализованность, там, дети не так воспитаны, либо я не родила столько, сколько хотела, или себя осуждаю за аборты, то чаще всего сам переход в менопаузу очень неблагоприятен. Такое ощущение, что есть долг, который-то не выполнен, и вот эти куча претензий к себе оптом начинают в теле возникать, и это жутко неприятное состояние. Когда ты счастлива, когда у тебя все хорошо, когда у тебя нет никаких обид, то этот переход происходит абсолютно естественно и практически бессимптомно, без каких-либо дискомфортов. Когда все-таки есть какие-то симптомы, и вот с этой категорией вы работаете, можете что-то охарактеризовать тоже общее? Во что это, грубо говоря, бьет? Вот эти вот паттерны такие негативные? Они бьют самооценку по поводу себя, А если говорить про здоровье? Как отражается на здоровье? Ну, на здоровье это опять-таки так называемые приливы и все неприятные ощущения отсюда. Это недовольство собой, это дисфория, это плохое мрачливое настроение, часто, когда ты хочешь всех убить вокруг, и ничего с этим поделать не можешь. Мы можем говорить о том, что это как раз причина многих женских заболеваний именно в этом возрасте, которые стартуют. Это причина неблагоприятного состояния, которое качество жизни значительно снижает. Но если говорить вообще о нозологиях, то нельзя так объединять, допустим, там рак матки, или там большую миомы с менопаузой. Это немножко неверно, некорректно, потому что миомы чаще возникают все-таки в репродуктивном возрасте, а когда есть менопауза, то они на самом деле рассасываются, то есть они перестают расти. И есть там более ранние, типа кист, вот эти все проблемы обычно у молодых женщин, и они связаны с травмами расставания. И если вообще говорить, что гинекология, это то, что характеризует женщин, отличает от мужчины, это всегда претензии к себе как к женщине, и психотравмы связаны с этим. Меня бросил мужчина, я себя недостаточно как женщина, чувствую в этом мире. И либо вот оценка себя, либо оценка действий по отношению ко мне. Вот знаете, уже много было историй, когда женщину бросает муж, уходит от нее, часто у нее после этого, через год, либо через два, возникает рак правой груди. Ну вот прям как гадалки, не ходи, рак правой груди, кто тебя и когда оставил. И вот это обычно близкие отношения. Если оставляет просто бойфренд, с которым встречались два месяца, ну я его очень любил, он меня оставил там ранее, изменил мне, потом киста возникает. Вот такие параллели. Наше тело, оно символически реагирует. То есть репродуктивная сфера у нас, у нашего подсознания, связана с женским началом, и все, что связано с личной жизнью. Если там возникает какая-то катастрофа, то эти органы определенными диагнозами и реагируют. Можно ли лечить какие-то связанные, например, как говорят, возраста ассоциированные заболевания, типа Альцгеймера, типа, не знаю, атеросклероз, какими-то подобными методами, когда уже дело, что называется, зашло далеко. Далеко. Я считаю, что это нужно делать. У меня нет достаточных накопленных кейсов, чтобы я мог об этом говорить, потому что с этим обычно не обращаются. Это идут к неврологу, там назначают определенные медикаменты, и человек оккупирует. Но то, что можно остановить процесс распада личности, это 100%. Найдя те конфликты, которые человек не контролирует, которые его выключают словно в этом возрасте из этого мира, когда он не чувствует то, что в этом мире что-то ценное для него есть. И тогда он начинает загружаться и умирает. Ну, знаете, допустим, частая картина, когда партнер у супруга умирает, то второй очень быстро за ним идет. Потому что цель теряется. Была общность, люди были сшиты, они не разлей вода, половинка ушла из жизни, и вторая потом догоняет очень быстро. И это все определено психологией, а не физиологией человека. А это расклерозы сердечные? Обычно, если мы говорим о сердечных инфарктах, они просто так тоже не происходят. Человеку это всегда на фоне сильного стресса. Сердце вообще символизирует дом или какое-то значимое пространство. Поэтому мужчины, если их увольняют с должности, они теряют большое состояние, происходит какой-то трэш дома, не знаю, дочку кто-то изнасиловал, ну, какие-то вещи, которые просто разрушают твою мужскую самооценку и свою значимость как лидера, то словно у тебя дом разрушается. И поэтому после этого часто инфаркт миокарда происходит. Вот мы сейчас с вами чем занимаемся? Мы занимаемся популяризацией психосоматики для того, чтобы люди включали осознанность и таким образом существенно профилактировали свои будущие проблемы. Чем более человек осознан, тем более здоров и счастлив, тем лучше он себя чувствует, лучше он себя ведет. И это связано не только с спортивной нагрузкой, это связано еще с ментальной нагрузкой и правильным раскрытием той энергии, которая в каждом из нас есть. Не надо разочаровываться. Даже я, перенеся там множество болезней или каких-то трудностей в жизни, благодарен, потому что этот опыт приходит. Если ты чего-то не знаешь, к тебе пришел новый опыт, который перед тобой раскрывается. Поэтому я благодарен за все те вещи, которые в моей жизни были, потому что именно благодаря этому я тот, кто есть. Спасибо, Артем, большое. Пожалуйста. Друзья мои, ну вот еще на один урок здоровья и такой жизненной философии мы сегодня с вами приблизились к пониманию себя, к тому, чтобы жить более счастливо, более осознанно. Обязательно делитесь этим видео, если оно для вас оказалось важным. Делитесь вашим близким кругом. Ждем ваши комментарии. Будьте здоровы, счастливы, любимы и любите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok